Полтысячи кустов ярких гортензий украсят аллеи дружбы народов в микрорайоне Волгарь. Пока это совсем маленькие саженцы, но за несколько лет они окрепнут, подрастут и покроются пышными шаровидными цветами. Аллея дружбы, своеобразный скверик, совсем молодой, несколько лет назад на улице Осетинской представители разных национальностей, живущих на Самарской земле, высадили елочки. И каждый год аллея пополняется новыми деревьями. Зеленый уголок с особым колоритом – одно из любимейших мест отдыха жителей Куйбышевского района Самары. И сами горожане с удовольствием наводят здесь чистоту. В этот раз на уборку вместе с представителями Союза народов Самарской области вышли студенты, активисты движения «Чистый город». Просто сейчас погода хорошая, подышать свежим воздухом, посмеяться с друзьями, весело, интересно. Почему нет, почему не сделать город чище, я считаю, это очень хорошо. Город, если будет чистый, будет приятно здесь жить, находиться вообще. Можно сажать цветы, например, или грабить, вот поэтому пошла грабить, не сажаем цветы, поэтому грабим. В этом году это уже 16-я такая веселая и дружная уборка участников молодежного движения «Чистый город». Больше 4 тысяч студентов и активистов приводили улицы, парки, скверы и площади в порядок весь апрель. Продолжили и в мае. Пока было довольно холодно, ворошили снег, потом взялись за мусор. Площадь разворошенного снега составляет около 4 футбольных полей. Представляете, 4 футбольных поля разворошили наши ребята, активисты движения «Чистый город» и студенты образовательных организаций города Самара. Сначала было скептическое отношение у всей молодежи к этим акциям, но по сегодняшнему дню, я думаю, видите, какое огромное количество ребят с позитивной энергетикой, с настроем на труд приходят сюда добровольно, которых приглашаем мы, и фактически легким зовом они приходят, откликаются на эту акцию. «Чистый город» – движение молодое. В год экология, но стала особенно популярна. В ряды борцов за чистоту родной Самары вливаются все новые участники. Кроме студентов, задором к уборке подключились и школьники. Примечательно, инициаторы уборок – сами молодые люди, которые и место выбирают, где их помощь нужна особенно, и сами же организуют уборки. А они проходят весьма увлекательно. Стартовала молодежь в благоустройстве города, пожалуй, раньше многих. Еще когда снег лежал с угробами, стали приближать весну. С песнями в приятной компании и под первыми лучиками солнца. Студенты вузов и колледжей вышли на первый субботник на Крымской площади. Ну вообще чистоту, да, я считаю, что нужно поддерживать, начинать нужно с себя. Каждые порывы к чистоте. И прежде чего убираться дома, потом убираться на улице, в собственном городе. И от этого жизнь счастливее станет. Субботник по-молодежному просто не имеет права быть скучным. Организаторы внесли в процесс небольшую интригу. Разделили ребят на команды. Для тех, кто соберет больше всего мешков мусора, приготовили подарки. В этом году у каждого субботника чистого города своя тема. Уборка на Крымской площади проходила под девизом «Россия и Крым вместе навсегда». Объединившись этой замечательной тематикой, прекрасно, на мой взгляд, убрались на территории Крымской площади. По опыту прошлых лет видно, что ребятам интересно принимать участие не просто в действии, но еще в таком развлекательно-познавательном характере они проявляют себя наиболее активно. Вышли на уборку неспроста. Прекрасно знают, для кого стараются. Со здоровым эгоизмом, понимая, сами же будут отдыхать здесь весной и летом. Идея акции заключается в том, что молодежь убирает те площадки, где потом будет летом отдыхать, гулять, наслаждаться прекрасными самарскими видами, прекрасным самарским летом. На самом деле очень здорово, что молодежь откликается на такие призывы, приходит. Ну а наша задача как организаторов – обеспечить им все условия для того, чтобы они могли свою активность пустить в мирное, в созидательное русло. Ну, вы сами видите, мои дети все танцуют, это все мои, пляшут, поют. Настроение, в общем, очень веселое, задорное. Я думаю, они передадут остальным. У меня еще третий курс, они тоже пришли у меня, пришли добровольно, сами. Полезная акция на Крымской площади стала первой в большой череде экологических праздников с участием молодежи. Активисты движения «Чистый город» добрались до всех районов Самары. При этом и субботник у молодых и активных понятия весьма условные. Субботник в понедельник, почему бы и нет, решили студенты и начали очередную неделю с уборки в парке дружбы. И здесь без соревновательной составляющей не обошлись. Командами состязались в скорости и качество. Побеждают самые старательные. Молодежный азарт привлекает помощников. Присоединились и сотрудники Дома дружбы народов. Этот конкурс называется «Дружба народов». Конечно, мы всегда за именно такие тематические мероприятия. И, конечно, всегда за благоустройство, за самостоятельную работу и участие в таких мероприятиях. Две с половиной сотни человек, столько не остались в стороне от дружной уборки, бодро разбирают традиционный инвентарь – грабли, метлы и лопаты. Чтобы убрать весь парк оперативно, разбиваются на группы по 20 человек. Если была запланирована какая-то маленькая территория, студенты постепенно разогреваются, входят в раж и убирают буквально всю территорию. Ты не успеваешь взглянуть, они такие – мы все, мы закончили. И времени даже слишком много дается. После того, как ты убираешься и понимаешь, что такое вот этот разбросанный мусор, ты уже начинаешь сам автоматически все в урны выбрасывать. Я люблю, когда чисто в моем городе, когда кто-то из других городов приезжает ко мне, говорят – вот у вас чисто, мне очень приятно это слышать. И здесь без сюрпризов для передовиков чистого производства не обошлись. Лучшим раздают призы и памятные подарки. Отметилась молодежь и в историческом центре города. Еще один субботник на Хлебной площади. И снова в руках вместо конспектов грабли, метлы и лопаты. Две сотни студентов говорят мусору решительное «нет». Собственным примером призывая горожан беречь общий дом. Пример нужно подавать. Подавать жителям пример, подавать маленьким детям. Поэтому каждый, кто здесь находится, пришел не просто так, чтобы показать, что я здесь появился, а именно показать свой пример, что именно так делаю я, значит, и так должен делать ты. Играет музыка и настрой весенний и веселый. А перекур у современной молодежи тоже здоровый. Танцевальный. И времени много не потребовалось. Меньше часа и площадка в порядке. Можно искать следующий фронт работ. А хороший пример заразителен. Уверены активисты чистого города. Каждый добровольно это соглашается. Кто-то считает, что это важно, а кто-то нет. Для каждого человека это по-разному реагирует на это. Будем убирать территорию ради того, чтобы сделать наш город намного чище. Около сотни человек пришли на уборку улицы Максима Горького. Низ под палки. Благоустройство просто затягивает. Остановиться уже невозможно после работы. На чистоту студенты спешат записаться в ряды активистов, чтобы продолжить участие в экологических акциях. Мы активно привлекаем. Они активно сами хотят вступить. Они хотят как-то принести пользу нашему экологическому движению, чтобы помочь городу. Поэтому да, у нас очень активно все вступают. Итоги апреля для чистого города – повод для гордости. Такой популярности у движения за четыре года с момента его создания еще не было. Из раза в раз ставили рекорды. Только во время уборки парка «Молодежный» собрали полторы тысячи мешков мусора. Иногда и инвентарь приходилось привозить дополнительно. На всех акциях ребят приходит больше, чем даже мы планировали. Вот, например, в парке Гагарина мы ожидали порядка трехсот человек, а в акции приняло участие 405 человек. Если сказать абсолютно точную цифру. Это показатель того, что молодежи – это не безразлично и что это интересно. Около семи тысяч мешков собранного с улиц мусора. Молодые люди привели в порядок только за апрель больше трехсот десяти тысяч квадратных метров городских территорий. А это почти как сорок четыре футбольных поля. Нам приятно находиться в чистом месте, нам приятно отдыхать с друзьями в чистом парке, сквере города Самара. И от нас, от молодежи, да ну не только от молодежи, а от жителей города Самара, зависит экологическая обстановка, чистота города. И мы сами должны же ее поддерживать. И это только начало. Планы на май и лето. Глобальные парки почистили, пора перемещаться к воде. Впереди еще и акция «Чистые берега» будут приводить в порядок прибрежные территории у рек Самара и Волга. Ну и без лекций, конечно, не обойдутся. Студенты сами собираются вжиться в роль преподавателей. Кроме вот таких конкретных акций, у них запланирована очень большая разъяснительная работа. Они планируют общаться со школьниками, с молодежью, рассказывать им об экологии. Этот же год экологии. И на самом деле здесь у ребят есть энтузиазм по развитию этого направления в нашем городе. Учимся на ассистно-географическом факультете. И как бы нам близка эта идея, то, что экологию нужно сохранять. Вот как-то так задумались о том, что нужно продвигать эту идею в массы. С такой молодежью за будущее экологии и родного города волноваться не приходится. «Хочешь изменить мир, начни с себя» – их девиз. И воплощают они его вполне успешно. Если вы тоже активно участвуете в благоустройстве города и хотите, чтобы ваш пример стал известен всей Самаре, напишите об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте. И мы расскажем о ваших инициативах в программе «Генеральная уборка». Редактор субтитров А.Семкин